Так, меня слышно? Да, меня слышно. Так, всем добрый вечер. Меня зовут Илья, я работаю в Новосибирском офисе компании JetBrains. И да, действительно расскажу вам про Kotlin, и в частности про Kotlin Native. Собственно, пару слов о том, о чем вообще этот доклад. Он состоит из двух таких, наверное, основных частей. Первая часть, она посвящена Kotlin как языку, каким-то его фичам, его истории, принципам, положенным в его основу. И она в основном ориентирована на тех людей, кто на Kotlin еще не писал, но кому интересно. Кстати, вообще в зале много людей, кто пробовал писать на Kotlin. Поднимите руки. О, как здорово! Ну, хорошо, ладно, значит, для остальных людей первая часть будет интересная. Так, ну а вторая часть, она посвящена таким более новым фичам, как мультиплатформенные проекты. И, собственно говоря, Kotlin Native. Вот. Начнем. Начнем мы сначала, а именно с истории. Пару слов о том, как Kotlin появился, откуда он взялся и что это вообще такое. История Kotlin начинается в 2010 году, когда инженеры компании JetBrains, которая к тому моменту имела уже достаточно большое количество продуктов, написанных на Java, поняли, что вот, в принципе, все нормально, но некоторые вещи в Java им не нравятся. И было принято решение сделать свой язык, который бы был совместим с Java, который бы тоже компилировался в JVM-BiteCode, но который бы вот этих вот, значит, каких-то неудобств не предоставлял. И в 2010 году была начата разработка языка Kotlin. Шесть лет длилась разработка до этапа 1.0. И в настоящее время Kotlin находится в версии 1.2 и скоро готовится к выходу. Ну, скоро выйдет 1.3. Сейчас готовится к выходу. Вот. Так что же такое Kotlin? Если мы зайдем на Kotlin.lang.org, это официальный сайт Kotlin, то мы увидим вот такое определение, там большими буквами написано. Здесь таких важных моментов два. Первый момент — это статическая типизация, то есть это такое дизайновое решение в Kotlin. Солнечная статическая типизация — это значит, что типы всех переменных нам известны в этапе компиляции. Это что-то у нас все умерло. Ага, что-то у нас все ожило. Секунду. Так. Не понял. Вот, так лучше. Так вот. Да. Это статически типизированный язык. Почему статическая типизация? Ну, во-первых, это нас защищает от некоторых ошибок. Мы их можем поймать на этапе компиляции. А во-вторых, для статически типизированного языка проще сделать поддержку VDE. Jetbrain — все-таки тулинговая компания, это важно. Второй здесь момент — это мультиплатформенность. Как я уже говорил, Kotlin изначально был нацелен на GVM. Однако в дальнейшем эволюции языка она пошла также, скажем, в ширину. И в настоящее время Kotlin компилируется не только в GVM-byte-код, но также в JavaScript и в машинный код для большого числа платформ. Ну и еще несколько таких ключевых принципов, ключевых слов, которые положены в основу дизайна Kotlin. Kotlin — он какой? Во-первых, он безопасный. Ну, если мы говорим «Kotlin» и «безопасность», то, как правило, мы подразумеваем null safety. То есть безопасность с точки зрения разменования нулевого указателя. Kotlin старается вас оградить от null pointer exception на уровне системы типов, и у него это неплохо получается. Второй пункт — это лаконичность, компактность. Kotlin действительно достаточно компактный по сравнению с той же многословной Java. Он очень читаемый компактный код в нем, в Kotlin. И третий момент — это interop или interoperability, взаимодействие. Это возможность взаимодействовать с кодом, написанным на языках, для той платформы, на которой мы исполняемся. То есть Kotlin JVM, он взаимодействует с Java, ну и там в какой-то мере с другими JVM языками, там со Скалой и с Груви. Kotlin JavaScript взаимодействует, собственно говоря, с JavaScript и, насколько мне известно, TypeScript, Kotlin Native C, Objective C и Swift. Ну и, наконец, последний момент, который подводит черту под всем вышесказанным — это прагматичность. Это такое, наверное, ключевое прилагательное по отношению к Kotlin. То есть Kotlin изначально создавался как инструмент для решения практических задач, и поэтому он стремится быть не каким-то академически выверенным, строгим языком, а языком, которым удобно пользоваться. В частности, вот эта прагматичность, она на самом деле тащит за собой некоторые компромиссы, некоторые трейд-оффы между теорией и практикой, между удобством и еще чем-то. И про эти трейд-оффы очень интересно рассказал Андрей Брислав, это ведущий, собственно, дизайнер из Kotlin и Team Lead, проекта в своем докладе, который так называется — компромиссы в разработке языков программирования. Вот поищите его на YouTube, очень полезная, интересная, на самом-то деле, очень интересный доклад. Ну и мы про них тоже еще скажем дальше. Ну, это, собственно говоря, все лирика. Ну а теперь по фичам языка, вот тот самый раздел, который будет в первую очередь интересен людям, которые еще Kotlin не щупали, не трогали. Вот. Начнем мы, пожалуй, с системы типов, с такой самой базовой вещи. Система типов в Kotlin, она достаточно близка к Java-шной системе типов, но есть некоторые отличия. Ну вот то, что на слайде это не отличие, это просто такая характеристика. Как я уже сказал, типизация статическая, и также она сильная. То есть в Kotlin нет или практически нет каких-то неявных преобразований типов, что тоже повышает безопасность кода. То есть мы многие ошибки, связанные с этими неявными преобразованиями, отлавливаем на этапе компиляции. И также в Kotlin существует автовывод типов, то есть компилятор может определить тип переменной по ее инициализатору или определить типы типовых аргументов функции по ее обычным аргументам. Вот. Далее. Вот это уже отличие от Java. То есть в Kotlin все, что у нас есть, это объект, то есть отсутствует такое понятие, как примитив. И вот, собственно говоря, пример. Например, вверху код на Kotlin, внизу аналогичный код на Java. То есть на Kotlin переменные объявляются примерно вот так. Var, прям как в 10-й Java. Имя, тип, инициализатор. Ну вот. Внизу здесь у нас не var, потому что здесь важно показать именно типы. Так бы тоже был var. Вот. Ну и, собственно говоря, здесь как раз это и видно. Мы, вот есть наш int, мы в него какой-то 42 присвоили, а потом можем этот int присвоить в object. Как бы без каких-то дополнительных действий. Any — это аналог объекта в Kotlin. И точно так же на этом нашем int мы можем вызывать функции. В Java аналог вот такой. Ну и, естественно, компилятор Kotlin, он не дурак. Он вот эти наши объекты, которые с точки зрения программиста — объекты, он их оптимизирует. И там, где можно поставить примитив, он в конечном байт-коде поставляет примитив. Следующая интересная фича — это смарт-касты. Умные приведения типов. Дело в том, что Kotlin, он может... Если компилятор Kotlin гарантированно знает, что какая-то переменная имеет некий тип, он может автоматически скастить эту переменную к этому типу, и ничего руками писать не надо. Вот, например, вот так. У нас есть некая функция getLength. Собственно, вот так в Kotlin обозначаются функции. Ключевое слово fun, имя, параметры, возвращаемое значение. Эта функция принимает объект. Если этот объект строчка, возвращает ее длину, в противном случае минус единицу. Соответственно, вот здесь мы проверяем, что объект действительно строка, и под этим if компилятор Kotlin уверен, что это строка, что это не object. И он нам автоматически кастит в стринг. Вот с зеленым подсветкой идея обозначает, что каст такой случился. Очень удобно, и не надо ничего руками кастить. И, наконец, последний момент, про который стоит говорить в системе типов — это нулобилити. Как раз та самая защита от нулпоинтер-эксепшенов на уровне системы типов. Вообще, тема богатая, большая, про нее можно говорить долго. В частности, на первом Java-метапе был доклад Tagira на эту тему, и тоже советую вам его посмотреть, он очень интересный. В частности, там Tagir показывает, как в Kotlin можно все-таки отхватить нулпоинтер-эксепшен. Вот. Ну, а мы про это говорить не будем. Так вот. Защита — это, как я уже говорил, на уровне системы типов. То есть типы в Kotlin, они представлены как бы в двух ипостасях. Это нулобилтипы, которые могут принимать значение. Нулобозначается вот тип с вопросиком. И не нулобил, которые такое значение принимать не могут. Ну и дальше все достаточно логично. В нулобил строчку можем положить нул, в не нулобил — не можем. В нулобил строчку мы можем положить обычную строчку, иначе сделать не можем, потому что тогда у нас просочится нул туда. Ну и точно так же мы на обычных строчках, которые не нулобил, можем звать все методы и попрощаться к их свойствам, а на нулобил строчках не можем. Нам компилятор в compile-тайме скажет, что неправильно делаешь. Как же быть? Как же с этим жить, собственно говоря? Во-первых, нам здесь могут помочь все те же смарт-касты. То есть Kotlin, если мы сделали проверку на нул, Kotlin нам скастит нулобил тип, который мы проверяли. Или в не нулобил, вот, например, вот здесь. И мы сможем на нем безболезненно вызывать. Это во-первых. Во-вторых, есть некоторое количество синтаксического сахара, который на самом-то деле такой же, как в груве, для того, чтобы вот эти вот проверки постоянно не городить. В частности, есть оператор safe-cola, который проверяет, что zys у этого вызова не нул, и вызывает метод. Если же zys нул, то тогда просто нул вернется, и ничего вызовано не будет, ничего нигде не упадет. Также это оператор Elvis, который смотрит на свой левый оперант. Если этот оперант не нул, возвращает его, если нул, возвращает правый оперант. И, естественным образом, эти два операнта можно комбинировать. Вот. Но это все про Kotlin. То есть в Kotlin у нас там все нулы отслеживаются, все здорово, все замечательно. Но вот я выше говорил, что у Kotlin есть интероп с Java. А в Java никакой нулабилити нету. И, соответственно, если у нас есть вот такой класс java, а мы его зовем из Kotlin. Что у нас здесь? Стринг с вопросиком или стринг без вопросика? О, правильный ответ с красным знаком. Сейчас покажу. Действительно, изначально в Kotlin хотели сделать, чтобы здесь был стринг с вопросиком. Такой, ну, действительно разумный, консервативный подход, что все, что из Java приходит, оно может быть нулабл. Но дело в том, что с этим подходом писать Kot становится очень неудобно. Но он у нас обрастает огромным количеством проверок на нулы, он у нас обрастает всякими восклицательными знаками и вопросами, которые, как правило, не нужны, потому что, ну, Java и API, они в достаточно малом количестве случаев возвращают нул. Как правило, там все-таки что-то рассмысленное приходит. Поэтому было принято вот такое тоже, кстати, компромиссное решение вот к вопросу о прагматичности. Это такой стринг с создательным знаком. Если мы откроем идею, напишем в ней вот этот код, она нам вот такой хинт покажет. Что же такое стринг с создательным знаком? Это так называемый платформенный тип. Вы не можете его написать прямо в программе на Kotlin. Он единственным образом туда может просочиться из Java. Такая аннотация. Что же это значит? Это такой подозрительный тип в том смысле, что компилятор Kotlin в каком-то смысле доверяет Java. Он говорит, что, ну, окей, будем считать, что там не нул, но пользователь, смотри, он какой-то с высказательным знаком, на нем потенциально ты можешь свалиться. И, соответственно, если мы на нем что-то позовем, а там нул, мы свалимся. Ну, то есть тут гарантии такие же, как в Java. И точно так же вот этот вот платформенный тип мы можем присвоить в Kotlin-овский не нулабл тип, и тогда мы свалимся именно в моменте присваивания. То есть из Java пришел нул, мы его пытались присваивать в не нулабл, ну и свалились, потому что нельзя это сделать. Это нас защищает от распространения нулов по программе, когда в одном месте он вылетел, а в другом месте он свалился. Но и так же мы понимаем аннотации. То есть если в Java у нас какая-то функция зааннотирована как невозвращающая нул, то Kotlin может это правильно понять, и вот здесь будет все-таки не нулабл тип, а не вот тот вот странный подозрительный тип с иссказательным знаком. Хорошо, поговорили про систему типов, теперь будем говорить про классы и про разную компактность. Я вот говорил, что Kotlin — это такой язык, который в том числе лаконичный, и в частности эта лаконичность достигается за счет того, что компилятор Kotlin очень многие вещи, которые там можно делать явно, он может делать за пользователя. Рассмотрим обычный, вот самый простой, Java-шный класс. То есть здесь у нас есть два приватных поля, набор get-off-setter для них — конструктор. Никакой такой особой магии этот класс не делает. В Kotlin точно такой же класс будет выглядеть вот так. То есть у нас здесь точно так же есть заголовок класса, точно так же есть конструктор. Ну там немножко по-другому записывается, но все же конструктор. А вместо полей и набора get-off-setter у нас так называемые property, свойства. Вообще концепция property тоже не нова, она существует во многих языках. Она есть и в C-sharp, она есть в Groove, еще во многих языках, ну и в том числе в Kotlin. property — это по сути связка из приватного поля и get-era, если property read-only, или get-era и set-era, если property изменяемые. Ну в Kotlin точно так же с переменными val, я, кстати, не сказал. Val — это read-only property, var — это изменяемые property, property с set-ером. Kotlin по дефолту нагенерит нам эти get-era и set-era, и они у нас будут просто читать поле или записывать поле, но точно так же есть синтаксис, который позволяет вам навернуть какую-то свою логику вот в эти get-era и set-era. А обращение к свойствам, ну точно так же, как в других языках, где эти свойства есть, по синтаксису такое же, как к полям классов. То есть вот здесь мы читаем property, здесь пишем, ну и выглядит это как обращение к полю, а на деле вызывается get-er либо set-er. Снова вернемся к нашему примеру. Здесь помимо вот get-еров, set-еров есть еще одна такая шаблонная конструкция — это конструктор. То есть вот такой конструктор, который аргумент принимает и инициализирует property класса. В Kotlin это все дело можно схлопнуть вот так. Похожий синтаксис, по-моему, есть в Scala. И здесь мы в одну строчку объявляемый класс и его конструктор, который инициализирует property, и сами property. Достаточно удобный синтаксис. У нас фигурные скобки, в них можно что-то тоже написать, а можно, если там пусто, их опустить. Кроме классов, в Kotlin также есть очень много другого синтаксического сахара для того, чтобы сделать код компактнее и читаемее. Про него можно разговаривать долго, у нас времени не хватит, поэтому я выписал какие-то ключевые слова, если кому интересно, про них можно почитать все на том же Kotlin-Lang. Хорошо. Поговорили про типы, поговорили про классы, поговорим про функции. Про функции тоже можно говорить долго, и мы, наверное, скажем про два таких наиболее интересных момента в код компактных функциях. Во-первых, extension функции, во-вторых, функции высшего порядка и inline функции. Начнем с extension. Итак, пускай у нас есть некий класс list, у этого класса list есть метод get, который по индексу возвращает нам объект. Либо бросает исключение, если индекс некорректен. Предположим, что такое поведение нас не устраивает, мы хотим вместо выбрасывания исключения возвращать null для некорректного индекса. Ну, окей, мы тогда заводим там класс listUtil и пишем в нем вот такой метод, getRNull, который принимает list, принимает индекс, ну и возвращает то, что нам нужно. Для Kotlin мы можем это, правда, не запихивать ни в какой класс listUtil, а можем писать просто топ-левел функцию, как в старом добром C, например. И, соответственно, вызов такой топ-левел функции будет выглядеть вот так. GetRNull, list, индекс. И все работает, все замечательно. Но в Kotlin есть синтактический сахар, который позволяет сделать вызов таких функций читаемее и удобнее. Это вот те самые extension функции. Такая же концепция есть в C-sharp, в F-те, ну, тоже много где. То есть вы можете как бы вынести, то есть Kotlin представляет, как бы вынести вам вот этот вот первый явный аргумент листа из, собственно, явного списка аргументов и передавать его в качестве такого неявного ZIS. И вот таким синтаксисом. И тогда вызов вот этого GetRNull будет выглядеть так же, как вызов, как если бы это был метод класса list. Хотя на самом деле это по-прежнему вот та наша функция, которая была на предыдущем слайде. И внутри этого GetRNull мы можем обращаться к пропертям и методам нашего листа, так, как если бы лист был ZIS, так, как если бы это был метод. Синтаксический сахар, но удобный, потому что он, во-первых, нам прощает создание цепочек вот из таких вызовов. Особенно это заметно, когда у нас есть какая-то коллекция, и мы хотим там для нее сделать мап, потом какой-нибудь фильтр, потом какой-нибудь reduce. То есть вот на таких штуках это удобно. А в Kotlin вот эти вот все мапы, фильтры, reduce — это как раз extension функции в стандартной библиотеке, определенные на стандартных josh'ных коллекциях, что тоже удобно. Ну и вообще стандартная библиотека Kotlin, она включает в себя очень много разных extension, в частности на стандартных josh'ных классах. Это первый момент, то есть удобство чтения, удобство вот таких цепочечных вызовов. Ну а второй момент — это поддержка IDE. То есть вот здесь очень удобнее гораздо с completion. То есть вы написали лист, точечка, и вам IDE вывалило весь список extension там написанных, которые у него есть. Это про extension функции. Теперь про функции высших порядков. Ну, наверное, в 2018 году сложно кого-то удивить лямбда-выражениями и функциями высших порядков. В Kotlin они тоже есть. То есть вот у нас есть такая функция forEach, она взята из стандартной библиотеки Kotlin. Она там примерно так же выглядит. Что она делает? Это extension. Она определена на массиве целых чисел, и она принимает лямбду, и эту лямбду выполняет для каждого элемента этого массива. Все реально, все просто. Лямбда в Kotlin обозначается вот так. То есть и лямбда, который принимает int, а возвращает unit. Unit — это котлинский аналог void. Ну и вызывается она вот так. То есть круглые скобки внутри — это самая лямбда. Круглые скобки можно опускать, если лямбда последняя. А если у нас у лямбды один аргумент, то можно использовать его дефолтное значение it. Ну и опять же, вот эта вот конструкция, она такая же встречается в груве. Как же выглядят вот эти вот функции, значит, принимающие лямбды в конечном байткоде у нас? Предположим, что у нас есть функция некая sum, которая получает массив и, как ни странно, считает сумму его элементов с использованием того самого extension forEach. В конечном байткоде у нас будет примерно следующее. То есть у нас будет создание вот этой нашей лямбды, которая захватит сумму, и затем вызов функции forEach, честный вызов, которому уйдет array и которому уйдет лямбда. То есть вроде как все обычно, все нормально. Но это для обычной функции вышел порядка. Но также в коде есть так называемые inline-функции. Единственное отличие от того предыдущего слайда, это вот такая вот штука inline. И вызов эти функции inline-со на call-сайте. То есть как у нас это будет выглядеть? Снова наша функция sum. Смотрим, что у нас будет в байткоде. Байткоде будет примерно следующее. То есть вместо вызова нашего forEach заинлайнилось тело функции forEach. А тело лямбды заинлайнилось внутрь тела функции forEach. Какие возможности эта штука дает? Ну, во-первых, она дает какой-нибудь все-таки там перформансный эффект, в том смысле, что мы объект не создаем. Но это, наверное, не главное, что дают inline-функции, а главное это такой семантический эффект. То есть вот в этих лямбдах, которые вот сюда заинлайнились, поскольку мы знаем контекст, в котором эта лямбда исполняется, то есть мы знаем, что тут происходит. Мы можем, например, разрешить пользователю вот из этих лямбда делать возврат прямо не из лямбды return, а прямо из функции sum. То есть, допустим, хотим мы в этом массиве ответить на вопрос, есть ли там отрицательные элементы. Мы по нему через forEach пробегаемся, нашли отрицательные и возвращаем true. Вот, прямо из лямбды. Удобно. Точно так же вот эти inline-функции, они позволяют вам получить информацию, если они дженеричные, они позволяют получить вам информацию о типовых параметрах. То есть вы можете, например, сказать, что у вас там есть какая-то функция, inline-функция, у нее параметр t, и вы внутри этой функции сможете делать проверки, instance of t, например, что тоже удобно. И вообще вот эти все возможности inline-функций, они приближают их в каком-то смысле к таким формализованным макросам. То есть вы можете объявить в вашей программе блоки произвольного кода с какой-то дополнительной построенной поверх них семантикой. Сейчас объясню, что это значит на примере. Вот в Java у нас есть такая конструкция synchronized, ключевое слово synchronized, блок, а в Kotlin такого нет. В Kotlin есть стандартная функция в стандартной библиотеке Kotlin, synchronized, это inline-функция, она принимает, собственно, объект, на котором нужно залочиться, и лямбду, inline-ит ее вместо, inline-ит сама, inline-ит эту лямбду вместо вызова. А используется она вот так. То есть точно так же, как в Java на самом-то деле с точки зрения кода, но на деле это не конструкция языка, а вызов функции, что гораздо более гибкая история, вы можете своих функций наопределять сколько угодно такого рода. Ну а внутри, собственно, синхронized делает то же самое. Хватает монитор, выполняет лямбду, отпускает монитор, если грубо. Вот. Ну и, естественно, у нас есть extension функции. Вполне у нас мог быть extension лямбды или лямбды с ресивером. То есть вот функция buildString, она тоже из стандартной библиотеки Kotlin, но она принимает лямбду, которая определена на стринг-билдере. Что это значит? Это значит, что внутри вот этой нашей лямбды будут доступны методы стринг-билдера без всяких дополнительных конструкций языка. То есть вот мы билдер создали, экшен вызвали внутри функции, а используется она вот так. То есть код, buildString, и внутри мы дергаем эти самые методы стринг-билдера. Идея нам подсветит. То есть у нас зыск как бы внутри вот этого скопа, у нас зыск, который был вне, он заменяется. И идея нам об этом явно скажет. Вообще говоря, таким образом, конечно, можно понаписать разного криптографического кода, но если использовать это с умом, оно очень даже удобно. Ну и итоги это вот про Kotlin. В принципе, можно вообще говорить еще достаточно много про Kotlin. Итог такой полурекламный, что конструкции простые, выразительные, читабельные, а код удобнее, короче. А теперь мультиплатформенные проекты. Мультиплатформенные проекты. Это уже вот первая часть, которая про Kotlin и про фичи, она закончилась. Мультиплатформенные проекты — это такая новая фича языка. Она появилась в версии 1.2 и в настоящее время находится на стадии экспериментальной стадии. Это не значит, что она не работает. Это значит, что мы можем что-то в дизайне поменять в любой момент. На что же нацелена и направлена вот такая мультиплатформенная история? Направлена она на, наверное, извечную боль программистов про кроссплатформенную, мультиплатформенную, собственно говоря, разработку. Предположим, что у нас есть некое приложение, у него есть сервер, у него есть клиенты под мобильные платформы, под браузер. И у всех этих компонентов, у всех этих частей этого приложения есть какой-то общий код, какая-то общая логика, которую было бы неплохо разделять и переиспользовать. И, естественно, эта боль, она не нова. Мы не первые, кто на нее обратил внимание, не первые, кто пытается ее решать. В частности, ее пытается решать та же Java и делает это весьма хорошо. Так чем же отличается Kotlin мультиплатформ от, ну, банально от той же Java? Ну, во-первых, мы нацелены на те платформы, на которых в настоящее время Java представлена не очень широко, в частности, это iOS. То есть существуют Java-машины под iOS, да, но они не особо популярны. А вот мы с Kotlin Native туда, ну, так скажем, пока еще только пришли, но уже умеем. Следующий момент, он как раз связан вот с тем, с той самой историей про хорошую интеропс-платформу, о которой я говорил выше. Дело в том, что вот в Java у нас подход какой? У нас один раз написано, везде работает. И мы вынуждены вот все то многообразие платформенных API, которые есть, мы вынуждены их как-то собрать в кучу, подвести под общий знаменатель и отдать пользователю. Естественно, пользователи как-то ограничив. Подход к Kotlin немножко другой. То есть Kotlin говорит, хорошо, вот код, который имеет смысл разделять, ты разделяешь, переиспользуешь, да. А там, где тебе нужно иметь доступ к платформе, к платформенным каким-то API, то есть, например, UI, ты пишешь платформенно зависимый код, и там у тебя этот доступ есть. То есть вот как бы такая, снова такой компромисс, такая дихотомия. Вот. И третий момент вот в этом списке, он не связан напрямую с Java, и он такой больше в целом про мультиплатформенную разработку. Дело в том, что вообще говоря, вот это вот, оно опять же не ново. То есть мы можем взять C, мы можем обложить C-шный код и в дефами, и у нас там все будет, вот, замечательно. У нас там будет доступ к платформенному API, у нас там будет shared код, у нас там будет все, кроме тулинга. Потому что в C, ну вот, точнее, даже не в C, а вот в такой истории с ifdef'ами, ее очень сложно поддержать в IDE, потому что ifdef'ы не очень гибкие, и IDE вынуждена смотреть на такой проект с, значит, кучей вот этих вот if'ов глазами одной платформы. То есть у IDE там внутри есть какой-то набор define'ов, он выведен в какие-то ручки, то есть вы можете их подкрутить, поднастроить, но так или иначе IDE в каждый момент времени анализирует код глазами одной платформы, он не может посмотреть на него сразу с высоты, так скажем, птичьего полета. А код для мультиплатформ, он предоставляет какой-то формализованный механизм разграничения платформенных и неплатформенных вещей, который позволит IDE смотреть на проект в целом, сразу под все платформы. И поэтому в идеале вот та картинка, которую я показывал выше, хотелось бы, чтобы она выглядела вот так. Итак, я честно спер эту картинку с прошлого Kotlin.conf, она очень такая красивая. Как же все это дело выглядит на уровне проекта? То есть если у нас есть приложение, которое для андроида и для iOS, мы хотим разделять код, у нас будет три модуля в нашем приложении. Модуль андроидный, iOSный и с common кодом. Дальше мы берем компилятор Kotlin GVM, компилируем андроидный код и common код, получаем андроидное приложение DEX. Берем компилятор Kotlin Native, компилируем разделяемый код, iOSный код, получаем iOSный бинарник. В общем-то вот такая схема, достаточно простая. Как же реализован вот тот самый механизм, вот те самые точки соприкосновения между разделяемым кодом и платформенно-специфичным кодом? Есть такая нотация expect-actual. Это ключевые слова, которые появились как раз в Kotlin 1.2. Дело в том, что наш вот этот common модуль, он может объявить, что он ожидает, что платформенный модуль предоставит реализацию для каких-то классов. С помощью ключевого слова expect, как ни странно. И затем уже в платформенных модулях мы эту самую реализацию, актуальную реализацию предоставим, помаркав ее как actual. Ну, соответственно, под iOS мы там будем звать NSLog в нашем логере, а под андроидом будем звать log.e, например. Вот. Эта история в целом похожа на наследование, похожа на интерфейсы, но она проще и более гибкая. Потому что если бы у нас здесь был интерфейс-логер, а мы бы предоставляли платформенно-зависимые реализации, нам бы пришлось городить какие-то фабрики, какой-то платформенно-зависимый dependency injection там бы делать пришлось. А так мы можем просто дернуть конструктор для того, чтобы создать этот класс. То есть мы можем объявлять expect-конструкторы. И точно так же мы можем объявлять топ-левел expect-функции и давать им платформенную реализацию без заворачивания их в какие-то утилитарные классы платформенно-зависимые. Еще один бонус, который отсюда, так скажем, проистекает, заключается вот в чем. Если мы откроем стандартную библиотеку Kotlin, ее command-часть, мы увидим там примерно следующее, что вот есть некий array-list, expect-class, то есть в каждой стандартной библиотеке Kotlin для native, jvm или js есть такой array-list. И потом откроем платформенно-зависимую часть, скажем, под native, мы там увидим честную реализацию этого array-листа, то есть там внутри какой-то массив, какие-то get-ы, да, как-то он там перераспределяется, вот. А если мы откроем платформенно-зависимую реализацию Kotlin jvm, мы увидим вот что. Мы увидим, что array-list на jvm это вообще, говорят, type-Alias на Java-шный array-list. То есть мы можем таким вот нехитрым способом подсовывать платформенную реализацию, собственно говоря, с платформы для наших классов. Точно так же, кстати, зареализована аннотация test. То есть там в native там у нас написано, что есть такой annotation-класс-тест, ну, в kotlin.test это такая кроссплатформенная библиотека для тестирования, а под, мультиплатформенная, а под Kotlin jvm там type-Alias на junit-овский тест, например. Итоги по мультиплатформе. Ну, собственно, это вот то, о чем я говорил тогда на слайде, причем тут Kotlin, то есть Kotlin можно разделять, при этом у нас есть, сохраняется доступ к платформенным IP, и мы не усложняем тулинг. А теперь, собственно, к Kotlin-Native. Кто из присутствующих пробовал писать на Kotlin-Native? Во, замечательно. Ага, пробовал, да? Да, серьезно? Круто. Ага. Да. Что же такое Kotlin-Native? Ну, это компилятор Kotlin в нативный код, он построен на базе LVM. LVM это такая стильная, модная, молодежная компиляторная инфраструктура, такой компиляторный бэкэнд, который поставляет. Кода-генераторы и набор оптимизаций. Следующий важный момент, про который обязательно надо сказать, если мы говорим про Kotlin-GVM, это, про Kotlin-Native, это то, что Kotlin-Native, он не предоставляет никакого интеропа с Kotlin-GVM, потому что к нам периодически приходят люди, ну, раньше приходили, сейчас уже меньше, и спрашивают, а как подключить JARNIC? Так вот, JARNIC и Kotlin-Native подключить нельзя, это совершенно другой мир, мы там живем в нативном мире, интеропим с SIS Objective-C, а если вам хочется интероптиться с JARNIC-ами, то есть Kotlin-GVM. В настоящий момент Kotlin-Native находится на стадии технического превью, так называемого, в версии 0.8.2, это значит, что вы можете скачать компилятор, пробовать, поиграться, что-то там пописать, но при этом мы можем все передизайнить и сломать сегодня, вчера, завтра, в любой момент. Ну и точно так же мы есть на GitHub, ну а платформу, я думаю, вы уже прочитали. Зачем же? Зачем же нужен Kotlin-Native? Ну, во-первых, я уже так вскользь про это упоминал, это IOS, то есть Kotlin-Native это способ прийти на IOS с Kotlin и разделять код с Android. Также у нас есть такие тоже интересные таргеты, как микроконтроллеры, и такой новый таргет, как WebAssembly, то есть мы потенциально можем прийти на браузер, и у нас даже есть в некоторой мере интероп с JavaScript-ом вот в этом мире, в мире WebAssembly. Также мы можем хорошо себя чувствовать в тех условиях, когда нет возможности развернуть полноценный тот же hotspot, например. То есть когда нам критичен размер дистрибутива, критично время запуска, или же когда мы хотим общаться задешево с нативными библиотеками. То есть вот у нас есть какие-то библиотеки, они там быстро чего-то считают, а мы хотим вокруг них навертеть логики на каком-то высоковеренном языке более высоковеренном, чем C. Ну и такой тоже последний пункт, избавление от наследия от Java. Дело в том, что мы в Kotlin Native дизайним рантайм, грубо говоря, с нуля, и поэтому некоторые вещи можем сделать не так, как в Java. Например, мы можем построить такую модель памяти, в которой будет очень сложно получить Data Race. Ну и, собственно, пойдем по фичам, по таким моментам в Kotlin. Здесь начнем с управления памятью. То есть к нам тоже достаточно часто приходят люди, спрашивают, а как в Kotlin управление памятью? Оно ручное, оно еще какое-то? Так вот, оно автоматическое. Но оно автоматическое не как в Java на основе трассирующего коллектора, а на основе подсчета ссылок. Ну то есть алгоритм общеизвестный, у каждого объекта есть счетчик ссылок, если этот счетчик падает до нуля, мы уничтожаем объект. У этого подхода есть фундаментальные ограничения, оно связано с так называемым циклическим мусором. Если у нас есть объекты A и B, и они ссылаются друг на друга, и также на объект A мы ссылаемся, скажем, из локальной переменной. После того, как мы вот эту ссылку из локальной переменной потеряем, фактически оба объекта становятся мусором, но формально мы не можем их уничтожить в системе с подсчетом ссылок, потому что счетчики ссылок-то не ноль. Это такое фундаментальное ограничение. В разных языках с подсчетом ссылок оно решается по-разному, то есть где-то за счет вик-референсов, где-то какие-то еще дизайновые архитектурные моменты используются. Но мы в Native не могли пойти по тому же пути вик-референсов, потому что Kotlin сам-то пришел из мира GVM, а там трассирующие коллекторы, там-то этой проблемы нет. И поэтому мы добавили, помимо, собственно, чистого подсчета ссылок, алгоритм сборки циклического мусора. Это достаточно, ну, тоже старый известный алгоритм, trial deletion. Сключается он, грубо говоря, в том, что мы периодически обходим объектные подграфы, обнаруживаем цикл и их уничтожаем. Вот. Еще раз резюмируя про управление памятью, оно автоматическое, подсчет ссылок и trial deletion. Идем далее. Предположим, у нас есть вот такой код. Этот код написан на Java. Он, собственно, берет лист, удаляет из этого листа последний элемент, если лист не пуст. Предположим, что у нас отсюда вылетел индекс of bound exception. Out of bound exception. Что же случилось? Data race. Правильно, случился data race. Достаточно логично, да, случился data race. И вообще способов борьбы с data race существует достаточно много. Самый, наверное, такой радикальный, это сказать, что в принципе разные треды не могут шарить мутабельные данные. Такой способ используется в Rust, и такой же способ используется в Kotlin Native. То есть объекты у нас принадлежат, мутабельные объекты принадлежат эксклюзивно одному потоку, но при этом есть механизм передачи владения объектом. То есть есть вот такие низкоуровневые примитивы attach и detach, который принимает лямбду, возвращающий некий объект, возвращает просто pointer, чистый нативный указатель, да, который затем можно отдать в другой тред и там сделать attach. Это такие низкоуровневые примитивы, поверх них в стандартной библиотеке Kotlin Native'а построен API-воркеров, который позволяет вам запустить thread worker, отдать ему какую-то задачу, какие-то входные данные и получить в ответ future, на который затем можно будет вызвать, получить результат этих, значит, вычислений. Ну, точно так же вот через эти примитивы. Ну, это что касается мутабельных данных. При этом утверждается, что немутабельные данные разделять между тредами можно, и с точки зрения угонок это безопасно. Поэтому в Kotlin Native существует концепция заморозки, то есть мы можем в рантайме объект заморозить, вызвав у него специальный метод freeze, после чего этот объект становится, во-первых, неизменяемым, а во-вторых, мы можем разделять его между потоками. Выглядит это примерно следующим образом. То есть взяли объект, как-то его сконфигурировали, заморозили и переиспользовали. И использовали из разных потоков, точнее. Вот. Это что касается многопоточки и в каком-то смысле модели памяти. То есть неизменяемые объекты трейд-локальны, неизменяемые объекты замораживаются. Теперь про интероп. Я говорю, что Kotlin и интероп — это вот такая важная история у Kotlin. И Kotlin Native интеропится с C и с Objective C и со свифтом. Для начала про C. Как звать C из Kotlin Native? Ну, во-первых, нет необходимости вручную писать никакие толстые враперы, никакие сложные конструкции. Это генерится автоматически, специальные утилиты, и причем там генерятся даже не какие-то сложные враперы, а достаточно тонкие такие бриджевые методы. А системные библиотеки, POSIX, Zetlib, еще что-то, они доступны из коробки, поставляются вместе с компилятором. А вот эта утилита, которая генерит нам вот эти вот бриджи, называется Sintrope и работает примерно следующим образом. То есть на вход она получает devfile, файл с описанием библиотеки, который, грубо говоря, перечисляет хедера этой C-шной библиотеки, и там компиляторные опции, которые нужны для того, чтобы эти хедера распарсить. Берет эти хедера, натравливает на них LipsiLang, это такая библиотечка, которая идет вместе с одноименным компилятором, и которая умеет как раз эти хедера парсить. Парсить, собственно говоря, хедера, и выплевывает такую вот интеропную библиотеку, нашу котленовскую библиотеку, у нас там свой формат глибов, в которой как раз нагенерируют те самые тоненькие бриджи. Ее затем можно подключить к котленейтивному проекту или отдать к котленейтивному компилятору и вызывать сишные функции. Как это выглядит? Вот этот пример я, честно, спер из одного из наших сэмплов. Он показывает, как из котленейтивного звать функции с наратной библиотеки C из stdio. То есть вот мы открыли файл, зачитали строчку, закрыли файл. Еще интересная штука, которая вот в этом примере есть, это блок мемскопот. Блок мемскопот это про управление нативной памятью. Дело в том, что когда мы приходим в мир C, то есть вот в мире котлен у нас все нормально, у нас там ссылки считаются и все хорошо, когда мы приходим в мир C, мы вынуждены вручную управлять памятью, потому что сишные функции, они ни про какой автоматический memory management ничего не знают. Вот. И стандартная библиотека котленейтива, она предоставляет некоторый набор примитивов, той или иной степени удобства, той или иной степени гибкости, для того, чтобы управлять как раз нативной памятью. В частности, это вот такой блок мемскопот, который позволяет внутри себя лоцировать память и освобождает ее по выходу из этого блока. Ну, а второй интересный момент здесь заключается в том, что мемскопот это вот как раз та самая инлайн-функция, о которых я говорю в первой части доклада. То есть это функция, принимающая лямбду, отдающая этой лямбде в качестве неявного зыск какой-то аллокатор, на которую можно назвать вот эти alloc-array, например, и который выполняет эту самую лямбду и по завершении лямбды очищает аллокатор. Ну, точнее, все, что аллокатор нааллоцировал. Точно так же есть interrupt в обратную сторону. То есть мы можем из котленейтива пройдить статическую и динамическую библиотеку, при этом мы сгенерируем хедер, и этот хедер затем можно, и эту библиотеку, и их вместе с хедером можно подключить к проекту на C. Выглядит это будет примерно следующим образом. Вот эта сторона котлена, есть какой-то сервер, сессия, и у этого сервера есть метод grid. Это тоже, кстати, из нашего сэмпла. А на стороне C это выглядит примерно вот так. Достаточно громоздко в таком, но тем не менее, в таком псевдообъектно ориентированном формате мы можем создать сервер, создать сессию, вызвать метод сервера, отдав ему сервер в качестве зыс и сессии в качестве аргумента, ну и затем все уничтожить, потому что это C и ручное управление ресурсами. Помимо C, так как я уже говорил, мы таргетимся еще и в iOS. Это один из основных наших таргетов. Мы можем интеропить с Objective-C. Здесь история похожая на C, то есть у нас точно так же есть C-interop-tool, который умеет выплевывать нам bridget для Objective-C, но здесь удалось добиться более глубокой интеграции по фичам языка, потому что Objective-C все-таки объектно ориентированный язык. То есть у нас доступны классы, Objective-C протоколы мапятся на котленовские интерфейсы, можно наследоваться от Objective-C классов, стандартные вещи вроде коллекции, боксов, строчек мапятся друг на друга, и работает Objective-C управление памятью, ну, кроме циклов. И есть еще такой интересный пример. Это транзитивный интероп из сифта в Kotlin Objective-C. То есть предположим, что у нас есть котленовская библиотечка вот такая, в ней там одна функция из TimeForKotlin, она принимает NSDate и вызывает Objective-C функции для того, чтобы с этой самой датой работать. Затем мы эту библиотечку компилируем, подключаем в X-кодовый проект и вызываем из сифта. Это все работает, и вот эта самая date, она пролетит транзитивно в Kotlin, а потом улетит в Objective-C. Ну и, наконец, последний момент про Kotlin Native — это тулинг. В настоящий момент у нас есть плагины для двух IDE — это C-Line и UpCode. У нас есть плагин для Gradle, билд-системы. И также есть такая штука, как Kotlin Multiplatform. Вот тут написано в планах, но на самом деле VIP. Kotlin Multiplatform — это плагин для Gradle, который позволяет вот те самые мультиплатформенные проекты, да, собирать гораздо более удобным способом, чем сейчас. То есть собирать их в рамках одного градлового проекта, во-первых, а во-вторых, публиковать мультиплатформенные библиотеки и зависеть на них. Ну, такая прикольная и интересная штука. По итогам, по Kotlin Native, ну, наверное, самый заметный здесь — это шаринг кода между Android и iOS, ну и также компиляция в другие нативные платформы и интероп с нативными языками. Есть еще пара слайдов с ссылками на разного рода сэмплы. На них можно будет посмотреть, когда слайды будут выложены. В частности, примеры Kotlin Native. Здесь есть два интересных — это вот калькулятор и Kotlin Conf Spinner. Они показывают, как можно писать на Kotlin Native вот как раз под мобильные платформы и шарить код. Spinner чуть постарше, в смысле он раньше был сделан, там еще не было поддержки мультиплатформы в Kotlin Native, вернее. Но тоже достаточно интересная штука, игрушка, могу после доклада показать. Кое-какие проекты про мультиплатформы, про Kotlin Native и просто универсальные ссылки про Kotlin, в которых можно что-то почитать, что-то посмотреть или там вот на слэке что-нибудь спросить. Пожалуй, все. Спасибо за внимание. Благодарим. Так, вопросы. И мы еще тоже разыграем, как в прошлый раз. Спасибо за доклад. Можно, пожалуйста, подробнее рассказать про сборку мусора, особенно в ситуации, когда у нас циклическая зависимость есть. Все-таки какой четкий критерий, что я понимаю, что можно уже очистить мусор? Ну, то есть там, в trial deletion, я на него смотрел достаточно давно, его там потом допиливали именно у нас, но суть примерно в следующем. Грубо говоря, на каждый декремент счетчика мы добавляем ссылку в специальный сет. Затем, когда размер этого сета доходит до какого-то порогового значения, мы берем вот все, что там подобавляли, как руты, начинаем оттуда обходить граф объектов, попутно декрементируя reference counter. После этого, вот после такого обхода, у нас получается, что все ссылки на этот граф, они как бы извне. И все объекты, у которых ноль, мы можем безболезненно удалить. То есть мы, грубо говоря, непонятно, да? Что значит извне? То есть какой-то тред имеет ссылки или нет? Тред не может иметь ссылки, потому что модель памяти. Данные тредлокальные? Мутабельные данные тредлокальные? Да. Значит, мы можем это делать тредлокально, вот такой обход делать. Если у нас объект заморожен, то мы вот такой обход делаем именно в момент заморозки, и там мы можем все циклы схлопнуть и считать их, грубо говоря, учитывать на них ссылки, как на один объект. Ну, как на самом деле, как сильные связанные компоненты в графе. А здесь, грубо говоря, алгоритм такой, что мы как бы обходим от рутов все, до чего можем добраться. Вот это тредлокально делается, да? До чего добрались? И каждый раз декрементируем счетчик. Каждый раз добрались до объекта, декрементируем счетчик. Окей. Окей. Я могу продолжить вопрос. Как обрабатывается ситуация? Допустим, я такой извращенец, у меня есть циклическая зависимость объектов, я его заморозил, передал в другой тред и в другом треде в каком-то объекте сделал ссылку на эти объекты. Окей. Хорошо. Правильно. У тебя есть циклическая зависимость, да? Ты ее заморозил. У тебя вот этот цикл схлопнулся в одну компоненту. Правильно? То есть у него теперь, грубо говоря, один счетчик ссылок на вот все, что есть в цикле. Отдал это в другой объект, в другой тред, и там, ну и там получил ссылку, и что? И дальше. То есть у тебя как бы не будет больше этого циклического мусора. Ты когда замораживаешь, у тебя исчезает циклический мусор. Хорошо. Спасибо. Ну, короче, после доклада еще это, порисуем. Скажите, корутины в Kotlin Native работают уже? Корутины в Kotlin Native работают, но вот детально про реализацию использования я не расскажу, потому что сам знаю достаточно слабо. Но работают. На одном из слайдов отсюда голос сказал, что Kotlin может понимать аннотации not null при импорте каких-либо объектов из Jet. А какую именно из этих аннотаций он понимает и как? Это хороший вопрос. Я вообще проверял только с JetBrains, если честно. И все? А зачем? Ну, в смысле, аннотации есть, но от null нет, потому что не нужны. Ну, то есть это можно проверить. Мне кажется, что с популярными должен работать. С JetBrains точно, потому что я вот когда, значит, выдирал такого для доклада, именно JetBrains использовал. Ладно, спасибо. Такой вопрос про Interop. Вот, например, у меня есть сишная функция, и она в качестве аргумента принимает структуру. То есть в Kotlin Native уже есть поддержка, вот, например, о запишенных структурах, каких-то и так далее. Или, ну, имеется в виду генерации и так далее. Что такое о запишенные структуры. Ну, то есть вот у нас есть, например, венопи, да, и там известно, что вот тебе надо передать такую-то структуру, там, ну, или поинтер на структуру, грубо говоря. Ну, можно это сделать, да. Вот. То есть в Kotlin'овском синтаксе это как бы генерится вот вашим тулом, синтеропом? или же... Да, там есть специальные, на самом деле, классы для урожения вот этих вещей. То есть там есть такая штука, как C-поинтер, который представляет как раз указатель на что-то. Есть C-value, которая представляет как раз значение структуры. Вот. И есть еще там некоторое количество классов для того, чтобы вот это все представлять. Ну, а как бы саму по себе структуру как бы вот объявить? А, саму структуру. Да. Ну, вы точно сможете ее создать вот на том же мемскопе, залоцировать, получить на нее поинтер, обращаться к ее полям. Потом вы сможете получить от нее C-value и отдать функцию, если я ничего не путаю. Ну, C-value, это, по-моему, как раз структуру по значению. Ну, или поинтер отдать. Хорошо, Ну, и также ее можно при желании залоцировать просто молоком. Добрый вечер. Назовите, если не сложно, пару важных на ваш взгляд отличий Kotlin Native от Go и Kotlin JVM от Scala. Ой, какой вопрос-то хороший. Ну, это очень забавно, потому что я ни про Go, ни про Scala детально рассуждать не могу. Вот. Ну, хорошо, про Kotlin Native от Go вот, наверное, вообще не смогу ответить, ну, разве что интероп, хотя хз. А, ну, мультиплатформа при использовании кода с Kotlin JVM. Вот. А у Kotlin JVM от Scala это такой вообще классический вопрос на разного рода котлинских докладах, и на него много людей по-разному отвечали. Хорошо, лучше всех, наверное, на него ответит кто-нибудь из там ведущих language-дизайнеров. Андрей Брислав как раз в своем докладе вот про, значит, компромиссы разработки языков программирования говорил про Scala и про Kotlin. Такие два важных момента. Первый момент это имплиситы, в Scala много неявного, в Kotlin почти все явное. А второй момент это тулинг, то есть тулинг для Scala в силу сложности самого языка он достаточно сложен. То есть его достаточно сложно сделать хорошим, он будет, ну, опять же, цитата Андрея либо медленный, либо неправильный. У меня такой вопрос. Насколько сильно связаны вот эти три, можно сказать, разных языка между собой? Kotlin Native, Kotlin JVM и Kotlin Java.js, да. Они связаны, ну, с точки зрения синтаксиса, основных языковых конструкций, это одно и то же. Различается стандартная библиотека, но у нее есть та самая команд-часть, вот про которую я показывал, что есть некоторый набор классов, которые доступны под любой Kotlin и есть некоторые наборы платформенно-специфичных вещей, которые доступны только в одном из этих языков. Ну, то есть вот эта стандартная библиотека, она достаточно большая, то есть там стандартные коллекции, всякие разные экстеншены, всякие разные полезные функции, а все, что платформенно-зависимое, ну, оно еще больше, потому что это плюс-минус вся платформа. Как я понимаю, многопоточные приложения не получится написать по одному и скомпилировать везде. Ну, многопоточные — да, потому что разные многопоточные модели. В JS вообще, по-моему, один тренд. У меня тут пара вопросов. работает, нет? В общем, по поводу языков, там, Java и C понятно. Было заявлено, что Kotlin умеет в JS экспортиться. А вопрос, а что-то из JS я могу использовать? Например, тот же самый React, по-моему, там, куда-то... Ну, да, то есть, тут Interop тоже работает. Вы, грубо говоря, все, что там в JS плюс-минус написано, по-моему, можете использовать в Kotlin, ну, собственно, в Kotlin JS. В Kotlin NET на самом деле тоже там есть, но это, правда, сейчас не в мастере, по-моему, в ветке. То есть, вот как раз для WebAssembly мы сделали конвертер, который, грубо говоря, аналог синтероптула, только он на вход получает EDL и может нагенерировать биндинги вот по EDL к JS. Ну, то есть, ответ да, можно. И еще вопрос такой. Я правильно понял, что защита от null pointer exception, она, типа, из коробки работает и ожидается, что если переменная не nullable, то она, ну, называется, то, в общем, там будет проблема. Вот у вас был слайд про extension функции, там у вас... Ой, не в ту сторону. Да. Сейчас. Extension функции, вот они. Вот, вот здесь. Вот этот valfoo, он не вернет здесь compilation error, потому что get on null вернет null в некоторых ситуациях. Нет, не вернет compilation error, потому что тип фу здесь будет nullable. Ну, то есть, автовывод типов сработает. То есть, вот у этой функции возвращаемый тип это t с вопросиком, то есть nullable t. И здесь работает автовывод типов, которые как раз скажут, что, ну, фунт теперь nullable. Мы просто на фузу в дальнейшем не сможем ничего дернуть просто так, без проверок. Поддерживает ли Kotlin native reflection? Очень ограниченный. То есть, мы не можем там залезть в поля класса и в методы вот это все создавать произвольные инстансы, но, как бы, проверку инстансов делать можем. Там есть какой-то ограниченный reflection с пропертями, ну, для того, чтобы поддержать делегаты, но я тут могу наврать. Спасибо за доклад. Вопрос такой. А вот насколько дороже вызывать, допустим, на примере C из Kotlin, чем, ну, напрямую вызвать какой-то метод, ну, чем напрямую вызвать C? И второй вопрос. Вот этот вот стоимость вызова, она константна, допустим, для C и там для C object? Ага. Ну, концептуально должно быть одинаково вызов из C в C и вызов скотлинного этого в C, потому что, это честный нативный вызов. То есть, там генерируется очень тоненькая обертка, но она, ну, как бы, она действительно тонкая. То есть, как бы, там все заинлайнится, то есть, разница будет небольшая. Правда, в некоторых случаях у нас там могут выступать какие-то нехорошие копирования на самом-то деле, но, опять же, тут детально в глубину не залезу, но всяко дешевле, чем тот же G9, например. То есть, дешево, достаточно дешево. На числодробилках Kotlin Native одинаков с C по перформансу. Вопрос, вот я не очень уловил про взаимодействие с C и с MemeScope. Вопрос следующий. Он всю память очищает, которую в C-шном коде мы запользовали? Нет, только то, что наалоцировано в самом MemeScope. То есть, вот все, что в блоке наалоцировал, все и, господи, где же он, все и будет уничтожено. Ну, то есть, если там что-то внутри вот условного F-Gets потекло, то все. Ну, да, это C-шная функция. Ну, да. То есть, там мы никак от этого не защитим. Ну, тут так же, как с Java. Мы, когда приходим из Kotlin JVM в Java, у нас гарантии по nullability, грубо говоря, такие, как в Java. Ну, с этим ничего не сделаешь. Давайте продолжим обсуждение в куларах. Сейчас осталось выбрать лучшие вопросы. У нас тут даже несколько призов. Ой, сложно. У нас тут три приза, да? Поднимите, пожалуйста, руки, кто вопросы задавал, чтобы улье было. Так, хорошо. Ну, поначалу, наверное, с самого начала был хороший вопрос про memory management, который... Кто? Денис. Вот. Так, был хороший вопрос про скалу и го. И еще один. Так, и третий. Ой, я что-то даже не знаю. Давай я вот так. Ну, это как-то... Ну, товарищ, ты же сказал про платформенные типы в Kotlin.JR. Про стринг, с председательным знаком кто сказал? Ты. Ну, вот. я прошу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ